Разгром фашистов в Сталинградской и Курской битвах. В следующем году в России отметят годовщину победы. 80-летие с момента триумфа советских войск. В Ульяновске планируют отпраздновать масштабно, почтить память героев. Подготовка уже началась. Губернатор провёл совещание Оргкомитета, на котором общественники и политики рассказали о планах. Алексей Русских напомнил, что необходимо заботиться о ветеранах не только по праздникам, а постоянно. В нашем регионе сейчас проживают 5675 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 97 участников фронтовиков. 52 тысячи ветеранов относятся к категории «дети войны». Наши ветераны должны ежедневно видеть, чувствовать персональную заботу о себе. Все вопросы медицинского обслуживания ветеранов социальной помощи должны решаться моментально, без проволочек и бюрократизма. Напомним, что Ульяновску присвоено звание города трудовой доблести. В стране есть и десятки побратимов. В этом году на грантовые средства один из местных общественников провёл исторический квест для делегаций из титулованных городов. Также провели и парад шествия. По словам Сергея Каменева, скоро в Ульяновске появится и аллея городов трудовой доблести. У меня в наличии сейчас имеется именно несколько экземпляров этой земли, потому что действительно очень активно. Наши студенты профтехобразования изготовили гильзу, которая будет храниться, изготовили проект уже. Российским военным, находящимся на передовой, школьники пишут письма, а волонтёры и остальные неравнодушные ульяновцы отправляют гуманитарную помощь. Добровольцы помогают и семьям мобилизованных. Ну элементарно даже поговорить с чашкой чая, чтобы они не чувствовали себя отделёнными, что они чувствовали, что о них помнят и заботятся. Чтобы детей поздравили с Новым годом, с днём рождения. Вот эту работу взяли на себя в волонтёрский корпус. Напомним, гуманитарную помощь для наших защитников можно передать через офис волонтёров Победы. Он находится на улице Льва Толстого, 58. Виктория Черкова, Данил Сурков. Ултправда ТВ.